— Большое спасибо. Можно мне, пожалуйста, вот эту вот указочку нашу замечательную? Сеченовский университет. Недавно был вебинар на базе Сеченовского университета. Я на нем выступала, и на нем был представлен доклад кураторов всех референс-центров, и она показала динамику, как вообще у нас на сегодняшний день, сколько мы выполняем молекулярно-генетических исследований, лабораторных исследований и телемедицинских исследований. То есть это гистосканы, цитологические сканы и лучевые методы исследования. Так вот, в 2021 году было выполнено почти, за 9 месяцев 2021 года было выполнено почти 21 тысяча лабораторных исследований. 556 было выполнено телемедицинских консультаций в рамках референс-центра. То есть это гистологические слайды, цитологические слайды и пересмотры лучевых методов диагностики. На самом деле огромные цифры, и вы видите, что медицинкология Петрова находится на первом месте. Почему это так? Потому что мы выполняем полный перечень молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований, кроме ПДЛ иммуногистохимическим методом. Но на самом деле буквально 3 дня назад, в прошлую пятницу, территориальный фонд ОМС разрешил и дал возможность, увеличил стоимость тарифа по ПДЛ, и мы теперь можем делать ПДЛ-исследование в рамках иммуногистохимического исследования. То есть абсолютно бесплатно для пациента, поэтому, пожалуйста, вы можете присылать. Скорее всего, не присылали, либо выполняла это исследование для вас молекулярно-генетическая лаборатория. Так как у нас речь сегодня идет о раке молочной железы, я представила вам на следующем слайде конкретно про данную патологию. Из 47 регионов Российской Федерации на сегодняшний день присылали нам на исследование материалы. С диагнозом D24 было всего лишь 71 исследование, и 4265 исследований было выполнено с диагнозом C50. По видам исследований, из общего числа исследований, 4277 исследований были выполнены лабораторно, то есть это молекулярно-генетические или патоморфологические исследования. И 92 исследования – это лучевые методы диагностики. Самое интересное, что из этих лучевых большая часть 59, просто это очень маленькая циферка, на слайде было бы не очень заметно, 59 было выполнено пересмотров маммограмм из Нижнего Новгорода. То есть в основном только представители Нижнего Новгорода присылают нам маммограммы. Больше никто не присылает маммографические исследования. Остальные исследования – это КТ, МРТ, изотопные методы исследования, остеостентиграфия и 2П это было выполнено. Если разобрать уже конкретно лабораторные методы исследования, то было выполнено 2889 гистологических исследований, это и пересмотры и иммуногистохимические исследования, и 1388 молекулярно-генетических исследований. В основном, все прекрасно знают, это Берсей-1, Берсей-2, и так как ПДЛ не входило в ОМС, мы выполняли ПЦР-методом исследования ПДЛ. Вот, собственно, что я хотела рассказать. Я думаю, что для вас, как и для врачей, интересно количество исследований. Получается, при раке молочной железы у нас 23% из общего числа исследований – это исследования по раку молочной железы, Татьяна Юрьевна. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.